Возьмите автобусы Почему вспыхнул огонь? Покажем последствия эпилептического припадка у водителя прямо за рулем и плантацию запрещенных растений у жителя Бугульминского района. А также изъятие подпольного алкоголя и подарок 100-летней женщине от полицейских к 8 марта. Стражи порядка нашли 100 тысяч рублей, которые пенсионерка отдала мошенникам. Когда она плачет, я не могу определить ее голос. Это и не только прямо сейчас. Автобус 90-го маршрута вспыхнул минувшим вечером на улице Бутлерово. Он только начал свой путь. Совсем немного отъехал от остановки площадь Тукая, как салон заполнил дым и запах гари. В салоне были пассажиры. Около 20 человек, для которых этот автобус – чуть ли не единственная возможность добраться в Куюки. Это был завершающий рейс. Такой большой он дым поднялся. Я думаю, это взорвется газом. Нам улице убежало подальше. Это был завершающий рейс. Автобусы из центра Казани в Куюки пустыми не ездят. Другой общественный транспорт туда не ходит. И если нет денег на такси, то до дома практически не добраться. Кондуктор это прекрасно знает. Сама живет в Куюках и вечером после смены по этой самой причине вынуждена остается в Казани у друзей и родных. Поэтому в первую очередь думала о пассажирах. Я вообще не за них переживала. Я позвонила в диспетчерскую. Сказали, что все автобусы заедут ее, что она не может отправить. Ну, другого автобуса послать. Рассказывает, как только в салон стал проникать дым, пассажиров тут же вывели на улицу. Автобус работает на газу. Девушка рассказывает, не знала, что горит и боялась, как бы не взорвались баллоны. Когда стало ясно, что угрозы нет, стала думать, как людям добраться до дома. Я им деньги вернула, они туда на кольцо ушли. Я сказала им, может, на такси скиньте все вместе. Водитель тем временем спасал сам автобус. Пламя вырывалось из заднего левого колеса. Мужчина понял, заклинило тормозные колодки. Тормозные не спят. Идем теплого, сыра. Сейчас полный, поэтому припотел, пока на кольце две три минуты стоят. С огнем он справился сам. При помощи огнетушителя до приезда пожарных. Каких-либо значительных повреждений машина не получила. Неполадку на месте пытались устранить приехавшие на помощь специалисты. А люди, которые хотели уехать в куяки из других остановок, о произошедшем не знали, и автобус так и не дождались. Ироника Гайнудинова, Найля Абдуллин, Вызов 112. Приступ эпилепсии, случившийся прямо на ходу у водителя БМВ, стал причиной аварии на улице Зорге. Неуправляемая иномарка сзади протаранила сперва Ниссан. Удар был сильный, кроссовер получил значительные повреждения. Затем легковушка врезалась в Рено. Как все произошло, ее водитель рассказать не смог. Не понял сам, как, двигаясь по правому ряду, после удара оказался на левой полосе. БМВ с оторванным колесом и основательно разбитой передней частью проехал еще несколько метров и остановился посреди дороги. Друг водителя Белой иномарки рассказал, что его 25-летний товарищ ехал со своей девушкой и сестрой, когда потерял сознание. Всех троих госпитализировали, но тяжелых травм врачи у них не обнаружили. Теперь водитель БМВ имеет все шансы распрощаться со своим водительским удостоверением по медицинским показаниям. Два человека погибли во время пожара в деревне Уська в Нижнекамском районе. Сообщение о возгорании частного дома поступило минувшим вечером. Одноэтажный дом горел открытым пламенем. Площадь пожара составила 108 квадратных метров. После ликвидации открытого горения внутри дома пожарные обнаружили тела двух человек – 53-летней женщины и 36-летнего мужчины. По предварительной версии, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В Бугульминском районе полицейские обнаружили целую плантацию запрещенных культиваций растений в одном из частных домов. Мужчина обустроил целое помещение для получения качественного урожая. Что выросло, смогли уже в рамках уголовного дела оценить эксперты при исследовании растений. Иван Сарафанов с подробностями. Тут были и большие цветущие кусты, и только взошедшие побеги. 39-летний хозяин плантации, видимо, думал о том, как получать стабильный урожай на протяжении всего года. И хорошо ухаживал за тем, что выросло. При проверке полученной оперативной информации установлено, что злоумышленник в частном доме, расположенном в деревне Бакирово, оборудовал помещение для выращивания наркотикосодержащего растения и систематически за ними ухаживал. Во время обыска жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли 32 растущих куста. По данному факту, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений», содержащих наркотические средства. Результаты исследования показали, что изъятое является коноплей. Общая масса растений составила более 2 килограмм. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет. До суда мужчин отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Иван Сарафанов, вызов 112. Алкоголь с признаками подделки обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности в машине у жителя Нижнекамска. При нем было в общей сложности 212 литров как водки различных наименований, так и более благородных напитков. Документов на продукцию он представить не смог. Полицейские выяснили, что мужчина больше полугода покупал эту продукцию у жителя Челябинска. Добрались стражи порядка и до него. И при обыске дома изъяли немаркированную алкогольную продукцию на сумму почти 1 миллион 200 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям – производство и хранение алкогольной продукции без лицензии и отсутствие обязательной маркировки спиртосодержащих напитков. В настоящее время уголовное дело в отношении жителей города Нижнегамска направлено в суд. Комплекс оперативно-розыскных и провероченных мероприятий, направленных на установление каналов поставки и дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, будет продолжено. 100 тысяч рублей вернули столетней бабушке полицейские накануне 8 марта. Пенсионерка стала жертвой мошенников. Она попалась на классический обман. Поверила голосу в трубке, утверждавшему, что ее дочь попала в аварию, по ее вине пострадали люди и причинен большой материальный ущерб. И для избежания уголовной ответственности нужны деньги, чтобы загладить вину. Сумму звонившие запросили большую, но у женщины столько не было. Она отдала все, что смогла накопить за век. Мои родители были очень бедные. Моя мама была в семье десятым ребенком. Ее мама, рассказывает Нина Немчинова, в школу не ходил ни разу. Отец по тем временам считался образованным человеком. Окончил 4 класса. На жизнь никогда не жаловались. Работали, надеялись только на себя. И сделали все, чтобы дочери, одна с сестрой, получили высшее образование. В жизни, говорит, это очень сильно помогло. Работы не боялась и сама. Во время войны копали противотанковые траншеи. Казанский обвод был длиной более 300 километров. Все сделано голыми руками женщин и детей. Мужчины были на фронте. Это самая зима была, очень холодная была. И при температуре минут 50 градусов мы копали. Потом, после войны, в институте познакомилась с будущим мужем. Поженились. Оба работали на заводах. Позволяло образование. И везде были на хорошем счету. Труда не боялись. Общий стаж у меня 43 года. Людям, говорит, за свои 100 лет привыкла верить. А родители в детстве привили. В беде никого не бросать. Поэтому, когда зазвонил телефон и рыдающий голос в трубке назвал ее мамой и просил о помощи, она не отказала. Когда она плачет, я не могу определить ее голос. И поэтому пришлось мне верить, что это звонит моя дочь. Она попалась на классический обман. Якобы дочь сообщила, что по ее вине произошла авария. Пострадали люди. Не причинен материальный ущерб. Деньги нужны, чтобы его возместить и не оказаться за решеткой. Она отдала курьеру все, что скопил за свой век. 100 тысяч рублей. Он вышел только и вдруг появляется моя дочь. Я удивлена была. Ирина взяла трубку и начала по софтам звонить уже, сообщать об этом происшествии. Полицейские установили личность курьера и задержали 18-летнего подозреваемого. Он сознался, что забрал деньги пенсионерки и рассказал, что откликнулся на объявление о работе курьером с высоким заработком. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Свою вину он признал. Деньги пенсионерки после следственных мероприятий полиции вернули в полном объеме и посоветовали быть максимально осторожной и незнакомым людям свои финансы не доверять. Спасибо, Дальше. Рамиль Галиулин, Вызов 112. Ну а сегодня стражи порядка на улицах Казани дарили цветы прекрасной половине человечества и поздравляли с праздником. Без внимания не остались ни водители, ни пешеходы, в том числе и самые юные. Ну а на службе своих прекрасных коллег мужчины-полицейские сегодня встречали с оркестром. В свою очередь мы также поздравляем всех женщин с этим праздником весны. Берегите себя и своих близких и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет. В студии был Тагир Валиди. До завтра.